Экология работала и помощником ректора, и на других должностях, и все было нормально. Дело в том, что с 2019 года у нас каждый год новый ректор. И он смотрит на институт как на свою, как говорится, корову. Это моя корова, и мы ее доим. Вот в этом заключается проблема. Команду подбирают такую, чтобы максимально лояльные, научные школы разрушаются, потому что, как правило, ученые с характером, хотя и именитые. И я хотел бы начать с инклюзивной политики. Новый ректор не принимает инклюзивно социальные долги прошлого ректора, как будто это его частная контора, и он может не принимать. Просим вас обратить внимание. Ну, приведу пару фактов. Себе хоромы отстроил, как пишут в прессе, за 25 миллионов, а сотрудникам-инвалидам, которые проживают в общежитии, не может за полгода сделать кран в туалете, льется постоянный кипяток, и не может сделать на кухне кран, чтобы горящая вода лилась. Разве это правильно? Речь идет буквально. 50-100 рублей заменить эту прокладку, этот кран. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас обратить на это внимание. Раньше были научные школы у нас, при прошлом настоящем ректоре Самоделкине Александр Геннадьевич. А сейчас они разрушены, и вместо этого идет профанация. Приняли какого-то залетного, неизвестно откуда и кого, значит, человека, который получил здесь у нас грант непонятно откуда, значит, почти 7 миллионов, и отмывает этот грант, прямо скажем, выдергивает, значит, как стадо загоняют студентов, и преподают предпринимательскую, значит, как открыть свое дело, и все такое, значит. То есть, понимаете, люди пришли учиться своим специальностям, аграрным, а их насильно сгоняют в зал, чтобы отчитаться перед этим грантом. Под 7 миллионов, повторюсь. Разве это правильно? Социальная политика. Есть проректор, к нему приходишь, но, к сожалению, он сделать ничего не может, говорит, все зависит от позиции ректора, выставленная диктатура. Это тоже неправильно. Преподаватели не спрашивают, сотрудников не спрашивают, как они видят, значит, развитие вуза, а ректоров, его ректоров, вот, кого дали, того, значит, и берите. Губернатор утвердил ректора, а ни разу не был здесь, в Академии, при нынешнем, его ректора, не спрашивал мнения сотрудников. Это тоже неправильно, уважаемый Владимир Владимирович. Ну и, хотелось бы попросить, значит, вот, от имени сотрудников, от имени, значит, обратить внимание на социальную, инклюзивную политику, ну, а также на многие-многие недоработки, как прошлых ректоров, так и нынешнего, о котором сейчас мы речь не ведем, но которые имеют, значит, факт быть. Заранее благодарствуем и доброго здоровья.